Здравствуйте! На Ринь ТВ краткий выпуск новостей в студии Михаил Скворцов. Медведев стал первым финалистом турнира в Сиднее. Российский теннисист Данил Медведев переиграл итальянца Фабио Фанини в полуфинале турнира АТР в Сиднее. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Россиянец сделал 10 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. В финале Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Алекс Демина Бенуа Пер. Сладельцы Спартака могут приобрести клуб из Хорватии. Сладельцы Спартака планируют приобрести хорватский клуб Истра 1961. Как сообщает спортарена.hr, процесс покупки уже запущен через сербских посредников. Поиски нового владельца ведутся на протяжении нескольких месяцев. Добавим, что президентом клуба, находящегося в сложном финансовом положении, является российский предприниматель Михаил Щеглов. Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с 19-летним хаффбэком Кристианом Быстровичем. Соглашение рассчитано до 2022 года. Хорватский футболист уж успешно прошел медицинское обследование в Германии и присоединился к армейцам в испанском Компо Аморе. Ранее Быстрович выступал за Слава Энбелупа, в составе которого провел 12 матчей в чемпионате Хорватии в текущем сезоне. Переходим к радостным новостям биатлона. Мужская сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шапулина стала третьей в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Это первое попадание на педесал для россиян в этом сезоне. Волков, который выступил во втором эстафете подряд, вновь проявил себя надежно. Обойтись без промахов ему не удалось. Но на передаче эстафете один из дополнительных патронов стоил россиянину всего 13 секунд отставания. Цветков, пропустивший часть немецкого этапа, не смог подтянуться к лидерам, а лишь усугубил положение сборной, допустив еще два неточных выстрела. Они стоили ему 29 секунд на финише своего этапа, который он завершил шестым. На счету Бабикова еще больше регресс команды. Чемпион мира 2017 года в эстафете чувствовал себя не лучшим образом на дистанции и при уверенной работе на окневых рубежах провалился ходом. Привез Шапулину больше минуты отставания. Позиция российской команды осталась удобной для атаки пьедестала. В итоге Шапулин точно отстрелял, успел к раздаче наград. Норвежцы и французы были недосягаемы. Женскую эстафету вы можете увидеть завтра в 16.20 на канале Матч ТВ. Но прямо сейчас на вашем экране состав завтрашней женской эстафеты. Нашу команду представят Ульяна Кайшева, Дарья Верлайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт. На этом выпуск новостей подошел к концу. Для вас его провел я, Михаил Скворцов. До свидания.